Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Цветая Православная Церковь! Молите Бога о нас! Сегодня мы по многочисленным просьбам наших зрителей вспоминаем нашу любимую Бабушку! Речь идет о группе Бабушка, которая спела шедевры про православный карантин, про надувную церковь и о том, что надо больше церквей. Клип «Плюнь дьяволу в лицо» вышел в феврале 2021 года, но мы только сейчас созраели, чтобы написать на него реакцию. Не прошло и полгода! Ну, примерно так! Потому что сначала мы катались от смеха по полу, дико ржали, потом восхищались глубоким духовным смыслом клипа. О, точно! Потом просто балдели от этого клипа. Ну и вот, наконец, мы собрались с творческими силами и готовы адекватно и непредвзято рассмотреть этот клип. Ой, такой дьявол няшный! Прикольный такой! Такой смешной! Ага, боевые розни боеваются! Ну, в первую очередь нас порадовало то, что клип кукольный. Это сейчас редкость. В эпоху СССР было много кукольных мультфильмов, в каждой школе был кукольный театр. В общем-то и мальчики, и девочки играли в куклы, девочки кукол пеленали, у мальчиков там были всякие солдатики, индейцы. Но сейчас с развитием компьютерной графики кукольная мультипликация становится непопулярной. В этом клипе мы видим кукол, который собственноручно изготавливает участница группы Алена Моргана. Она же ловко работает с этими куклами. Бабушка просто супер! Ангел улетает! Даже бог слушает такая церковь. Поэтому огромный плюс клипу за творческое решение. Куклы плюс современный видеомонтаж, плюс эффектная музыка. Ну вот лично меня всегда радует сочетание рок-музыка плюс церковное песнопение. Это очень креативно, я считаю. По поводу кукол добавлю. В организациях, занимающихся творческой реабилитацией инвалидов, очень много разных мастер-классов по изготовлению кукол. Но главная проблема в том, что эти куклы никому не нужны. А здесь отличный пример. Для блогера, как можно креативно использовать кукол в сочетании с видеомонтажом. Фу-фу! 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 Бу-гу, одной какой, другой. А, кстати, а где Иисус Христос-то? А, да, а где Иисус Христос-то? О, втроем, дьявол! Да, куклы очень интересные. Вот, дьявол с боевыми розгами и боевой цепью. Это вообще просто супер! Православные плюющиеся бабушки бесподобны. Особенно, когда плюют в ангелы друг в друга. Это так вообще напоминает нашу околоцерковную жизнь на приходах РПЦ. Вот правильно. О, озвучили. Нет, ну это она точно. Вот у нас есть видео о том, как лучшая подруга, вот Ленку до слез довела, ну, как бы, так, что близка тема. Так что, когда бабушки плюют друг в друга, это гениально. Вся современная РПЦ в этом жесте. Правда, не по гороскоду одеты. Ну, как получилось. Звук плевка вызывает приступ безудержного хохота. Это точно. Летящие в цель капли, пузырёк, лекарства, вызов дополнительных бабушек наводит на творческую идею создать компьютерную игру по мотивам этого клипа. Ну, вот у дьявола будет уровень босса, у разных бабушек разные параметры здоровья, меткость, токсичность, слюны. В качестве бонусов где-нибудь ищутся пузырьки с мукалтином, которые повышают количество и токсичность слюны. Да, задача непростая дьявола с слюной. О, а Вангел, а чё? А чё? Чудо. Дьявол использует секретное оружие. Искушение. После которого бабулечки плюют друг в друга, вместо того, чтобы плевать в дьявола. Это точно, искушение. Ну, я бы, например, за недельку мог бы написать простенькую игрушку по этому клипу на генераторе визуальных новелл Риэн Пи. Такая вот штучка есть примитивная. Я особо больше другой софт не знаю. Ну, главное, с правообладателями договориться. Ну, возможно, им кто-нибудь уже пишет полноценную игру, какой-нибудь серьёзный программист или даже какая-нибудь целая, какая-нибудь крутая компьютерная фирма пишет им игру. В общем, клип, он как раз заточен под то, чтобы к нему делать компьютерную игру. То есть это очень хорошее творческое решение. Надеемся, что компьютерная игра по этому клипу будет. Ну, и теперь переходим к анализу текста. Само название напоминает о чинопоследовании таинства крещения. Ну да, при крещении священник читает три молитвы заклятия над новокрещаемым, в которых обращается к дьяволу, дует в рот, в лоб и в грудь крещаемому, призывает Бога изгнать нечистого духа, потом оборачивается на запад. То есть спиной, как Анастасу. И задаёт крещаемому вопрос, отрекается ли он от сатаны, от всех дел его, от всего служения его. И крещаемый должен ответить, отрекаюсь. Хотя с учётом современной культуры русской, было бы, точнее, без культуры, было бы правильнее послать дьявола по-матерному. Жаль, что я уже крещена, а то я бы на крещении вместо отрекаюсь сказала бы, кто живёт в аду, пусть идёт. А тебя, батюшка, бы кадилом не аху. Ну, наверное, бы аху. Причём горячим. Шипованным кадилом. Как смешно. Ладно, это насчёт матюка, это шутка была. А дальше ещё интереснее. Священник просит крещаемого... Или крёстных, если крестится владенец. Обернуться на запад, то есть от иконостаса, и трижды плюнуть дьяволу в лицо. Трижды дунуть и плюнуть дьяволу в лицо, да. Ну, так как дьявола не видно, то плюёт на пол. Но по логике правильнее было бы плевать дьяволу в лицо. Всё-таки в лицо, да. Да. Примерно как мусульмане во время хаджа кидают камнями в столб, символизирующий дьявола. Так и в православии было бы правильнее тоже не на церковный пол плевать, а на какой-нибудь арт-объект, хотя бы хоть чуть-чуть похожий на дьявола. Ну, какой бы дар, арт-объект, изображающий дьявола. Но, к сожалению, наше церковное начальство не следит за тем, чтобы богослужение соответствовало современной культуре. Они даже пост по-нормальному переделать не могут. В Средневековье это действительно было актуально в это время поститься, потому что зимой скотину не резали, это невыгодно. Доживали зиму на одной брюкве. Ну, как бы, это такое хозяйство было. А сейчас было бы логичнее зимой наоборот. Мясо есть, а летом, когда жара и фрукты дешевые, именно тогда поститься. Будем надеяться, что будут церковные реформы, и во время Таинства Крещения будет... Звучать песня группы «Бабушка», плюнь дьяволу в лицо. Давайте все вместе позволим себе просто плюнуть дьяволу в лицо. Ну, для церковного применения бабушку, правда, не возьмут, потому что кроме творческой обработки плевания на дьявола, в клипе присутствует принципиальная богословская ошибка. То есть ересь. Ну, как раз не ересь. Ересь – это когда знает, как правильно, но упорствует в своем заблуждении, как Лев Толстой. А бабушка, скорее всего, просто не понимает православной догматики. Да тут и догматику особо понимать не надо, чьи напоследование далее идет. Сочетаваешься ли Христу? Сочетаваюсь. Сочетался ли Иси Христу? Сочетався. И веруешь ли Ему? Веруй Ему, яко, Царю и Богу. Поэтому бой бабушек с дьяволом в соответствии с православным пониманием православного вероучения должен был бы выглядеть не так, как показан в клипе, а немного по-другому. В клипе Бог с облаков смотрит на поединок и, в общем-то, безучастен. А должно было бы быть не так. После того, как бабушка плюнула в дьявола, то она должна сразу прятаться за спину Иисуса Христа. То есть Алене Моргане задание сделать куклу Иисуса Христа. И когда дьявол нападает на бабушку, то ему в лицо прилетает уже не слюна бабушки, а кулак Иисуса, от которого дьявол сразу падает в нокаут. Кулак Иисуса. Это круто. Когда один батюшка узнал, что я этот фильм смотрела, он меня причащать не хотел. Непорядок. Сам, значит, этот фильм смотрел, раз знает про что фильм, а прихожанам нельзя. Кстати, кулак Иисуса, это пародия, скорее, не на христианство, а пародия на фильмы про боевые искусства. Кстати, если бы в клипе вместо мукоутина и туберкулеза сделать бы что-то вроде «Я в шестерке к Иисусу замазалась, и он меня крышует», то получилось бы адаптированное под современную молодежную культуру формула крещения. Дьявола послать матом и плюнуть ему в лицо. А потом крышеваться у Иисуса. Кстати, да. А потом три раза облить зрителей из шланга водой во имя Отца и Сына и Святого Духа. И все крещены. Такое даже, кстати, дьякону Андрею Кураеву, когда он еще увлекался Дедета и Кинчевым, даже бы не прояснилось. Так что платочки идут дорогой Кураева. Мы сейчас, конечно, прикалываемся. Мы не настолько модернисты, чтобы так сурово менять чинопоследование крещения. Но в практике церковного права имеется такая история. Однажды дети играли в церковь. Крестьяне с язычниками. Дети в подвале в церковь играли. Хорошее начало страшилки, кстати. В общем, тогда крестили не сразу, а давали испытательный срок. У кого испытательный срок, назывались оглашенные. Ну, в общем, дети-христиане играли с оглашенными в церковь. Прочитали молитвы, задали вопросы, получили ответы, трижды макнули воду. А потом пришло время крестить, а крестить-то нельзя, потому что все крещеные. Там, представляю, подготовили уже банкет, там пузыри принесли, или что там у них было, в чем у них был алкоголь. А крестить нельзя, потому что они крещены уже. И крестил не епископ торжественный, а так детишки покрестили. Таинство крещения, совершенное мирянином в христианстве, признается законным крещением. Так что, если бы группа-бабушка немного переделала бы свою песню, то можно было бы провести на концерте самое скандальное в истории РПЦ – крещение. Патриарх был бы доволен. Тут, скорее, не патриарх был бы доволен, а православные родственники тех, кто присутствовали на концерте. Вот мой братик, был не крещен, его застрелил пьяный сосед по бытовухе. Отпевать его нельзя. Записки о покоении писать нельзя. А если бы его на рок-концерте так креативно покрестили бы, то оказалось бы, и можно и отпевать, и записки подавать, и всё можно. Ну вот и всё, что мы хотели рассказать про клип нашей любимой группы «Бабушка» – «Плюнь дьяволу в лицо». Ждём выхода компьютерной игры по этому клипу, а также ждём новых песен группы «Бабушка». Нашей любимой бабушки. Ждём новых песен нашей любимой бабушки. Желаем нашей любимой бабушке крепкого здоровья и творческих успехов. До свидания. Спасибо за внимание.